Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жюль Лефеева, французский салонный художник-живописец, который специализировался на изображении привлекательных женщин. Я цитирую переводную Википедию. Родился 14 марта 1836 года. Сын Булочника вырос в Амьене, там где получил первоначальное художественное образование. В 1852 поступил в Парижскую школу изящных искусств, в мастерскую пейзажиста Леона Канье. Впервые выступил перед публикой на Парижской всемирной выставке 1855 года с мужским портретом. В 1861 за картину «Смерть приама» получил главную римскую премию, после чего написал в Риме картина «Юноша, раскрашивающая трагическую маску», «Дочерняя любовь к римлянке», «Паломничество в монастырь Сакраспака», «Спящая молодая девушка» и т.д. Вернувшись в Париж, вскоре занял весьма видное место среди французских художников, как очень приятный, колористый, изящный, хотя и несколько манерный рисовальщик, особенно искусный в изображении женской красоты и портретов. Был женат на Луизе Дельнье, также дочери улучшника, свояком. Лефевр был полиетист Поль Тафаны. В отличие от Уильяма Бугро, его основного конкурента в этой области, Лефевр использовал широкий спектр моделей, а не всего несколько. Стратегия, которая предположительно расширила потенциальную аудиторию для этого типа живописи. Лефевр также укрепил свою репутацию художника-портретиста. В 1870-х годах изображая как знаменитости, так и богатых буржуазных натурщиков. В течение 40 лет он выставил в салоне около 72 портретов. Такая плодотворная работа не только обеспечила постоянную клиентуру, но и обеспечивала стабильный доход. Вклад Лефевра в развитие искусства конца XIX века выражался в форме преподавателя. Начиная с 1870 года он стал профессором Академии Жулиано. В 1878 году получил медаль первой степени в салоне, а в 1886 он получил медаль почувств. На феере Всемирной выставки 1889 года, посвященной столетию Франции как республики, получил награду Гран-при. Два года спустя, в возрасте 55 лет, был назначен членом Института Франции, руководящего органа Академии изящных искусств. Его карьера завершилась в 1898 году, когда он был назван командором Ордена Почетного Легиона. Умер в Париже 25 февраля 1911 года в возрасте 78 лет. Ну вот так из переводной Википедии о французском салонном художнике, живописце, который специализировался на изображении привлекательных женщин, как написано в Википедии, Жюль Лефевра. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok